Товарищи слушатели Максимского кружка, сегодня вашему вниманию предлагается работа Владимира Ильича Ленина о государстве. Это лекция, прочитанная Владимиром Ильичом 11 июля 2019 года в Коммунистическом университете имени Якова Михайловича Свердлова. Она является одним из важных теоретических трудов, развивающих марксистское учение о классовой борьбе, государстве, диктатуре, пролетариата. В этой лекции, в начале ее Владимир Ильич говорит о том, в чем важность вопроса о государстве, в чем сущность его и почему она важна для слушателей этого университета. И после такого отступления он говорит, что едва ли найдется другой вопрос, столь запутанный умышленно и неумышленно представителями буржуазной науки, философии, юриспруденции, политической экономии и публицистики, как вопрос о государстве. Вопрос этот так запутан и усложнен потому, что он, уступая в этом отношении только основаниям экономической науки, затрагивает интересы господствующих классов больше, чем какой-нибудь другой вопрос. Учение о государстве служит оправданием общественных привилегий, оправданием существования эксплуатации, оправданием существования капитализма. Вот почему ожидать в этом вопросе без пристрастия, подходить в этом вопросе к делу так, как будто люди, претендующие на научность, могут здесь дать вам точку зрения чистой науки, то это величайшая ошибка. То есть Владимир Ильич говорит здесь в начале своей лекции, что учение о государстве очень важно, настолько же важно, поскольку оно затрагивает интересы прежде всего классов господствующих. Поэтому вопросу, говорит Владимир Ильич, прежде всего надо обратить внимание на то, что государство не всегда существовало. Было время, когда государства не было. Оно появляется там и тогда, где и когда появляется деление общества на классы. Когда появляются эксплуататоры и эксплуатируемые. То есть государство смогло возникнуть лишь тогда, когда произошло деление на классы. И здесь вот он делает небольшое отступление и говорит слушателям, что надеюсь, что по вопросу о государстве вы ознакомитесь с сочинением Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Это одно из основных сочинений современного социализма, в котором можно с доверием отнестись к каждой фразе. С доверием, что каждая фраза сказана не наобум, а написана на основании громадного исторического и политического материала. То есть для того, чтобы слушатели могли подробно разобраться в этом вопросе, он рекомендует им внимательно изучить работу Энгельса о происхождении семьи, частной собственности и государства. Ну и далее, после таких вот замечаний, он развивает мысль, что поскольку возникли эксплуататоры и эксплуатируемые, то и, конечно, останавливаясь на том, почему возникло разделение людей на классы и как, то есть несколько касается этой исторической темы. Но на этом не будем останавливаться. И далее он продолжает. Было время, когда государства не было, когда держалась общая связь, само ее общество, дисциплина, распорядок труда, силы, привычки, традиции, авторитетам или уважением, которым пользовались старейшие народы или женщины. В то время часто занимавшие не только равноправное положение с мужчинами, но даже нередко и более высокое. И когда особого разряда людей, специалистов, чтобы управлять не было, история показывает, что государство, как особый аппарат принуждений людей, возникло только там и тогда, где и когда появлялось разделение общества на классы. Значит, разделение на такие группы людей, из которых одни постоянно могут присваивать труд других, то есть, где один эксплуатирует другого. То есть он еще раз остановился на той мысли, что государство возникает только, когда происходит разделение людей и переход от общества, где все держалось на традициях и привычках, к обществу классовому. Далее он несколько, опять же, останавливается, как разделение общества на классы происходило исторически. Некоторые примеры показывают исторические. Я тоже не буду на этом останавливаться, потому что эти исторические примеры лучше сами прочитайте. Ну и многие истории изучали, знают. И он далее переходит к анализу понятия государства. Что же такое государство? И говорит, что государство – это есть машина для поддержания господства одного класса над другим. Когда в обществе не было классов, когда люди до рабской эпохи существования трудились в первобытных условиях большого равенства, в условиях еще самой низкой производительности труда, когда первобытный человек с трудом добывал себе средства, необходимые для самого грубого первобытного существования, тогда не возникало и не могло возникнуть и особой группы людей, специально выделенных для управления и господствующих над всем остальным обществом. То есть, опять же, подчеркивает, что государство – машина для поддержания господства одного класса над другим и возникло только после деления общества на классы. Развивая эту мысль, он говорит, принуждать одну преобладающую часть общества к систематической работе на другую нельзя без постоянного аппарата принуждения. Пока не было классов, не было и этого аппарата. Когда появились классы, везде и всегда, вместе с ростом и укреплением этого деления, появлялся и особый институт – государство. Причем формы государства были чрезвычайно разнообразны на различных этапах исторического развития. И вот, как бы, на этапах рабовладения он рассматривает также исторические примеры форм государства, таких государств, как Древняя Греция, Древний Рим. И после такого отступления историст продолжает. Государство – есть машина для угнетения одного класса другим. Машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы. Формы этой машины бывают различны. В рабовладельческом государстве мы имеем монархию, аристократическую республику и даже демократическую республику. В действительности формы правления бывали чрезвычайно разнообразны. Но суть дела оставалась одна и та же. Рабы не имели никаких прав и оставались угнетенным классом. Они не признавались за людей. То же самое мы видим и в крепостном государстве. То есть, несмотря на формы различные, как в рабовладельческом, так и в феодальном обществе, оставалось, что рабы и угнетенные не имели никаких прав, и оставались права только за правящим классом. И опять же, он опять останавливается на формах эксплуатации здесь. В период рабовладения и крепостного государства приводит примеры, в том числе и пример Германии. И после рассмотрения таких примеров, Владимир Ильич заявляет, что развитие торговли, развитие товарообмена в крепостном обществе или в феодальном обществе, привело к выделению нового класса капиталистов. То есть, человеческое общество перешло от феодального общества к капиталистическому. Перестройка общества происходила таким образом, чтобы все граждане стали как бы равными, чтобы отпало прежнее деление на рабовладельцев и рабов, чтобы все считались равными перед законом, независимо от того, кто каким капиталом владеет, землей или на правах частной собственности, или это голяк, у которого одни рабочие руки, но все равны перед законом. Закон одинаково охраняет всех, охраняет собственность, у кого она есть, от покушений против собственности со стороны той массы, которая не имеет собственности. Не имея ничего, кроме своих рук, постепенно нищает, разоряется и превращается в пролетариев. Таково капиталистическое общество. Вот такую оценку перехода человеческого общества от феодального к капиталистическому дает в этой работе Владимир Ильич. То есть, вроде бы закон всех уравнивал, но фактически закон защищал собственника. Собственника. И защищал его от неимущих. И далее, говоря о капиталистическом обществе, Владимир Ильич говорит, «Между тем, государство по-прежнему оставалось машиной, которая помогает капиталистам держать в подчинении беднейшее христианство и рабочий класс. Но по внешности оно было свободно. Оно объявляет всеобщее избирательное право, заявляет устами своих поборников, проповедников, ученых и философов, что это государство не классовое. Даже теперь, когда против него началась борьба советских социалистических республик, они обвиняют нас, будто мы нарушители свободы, что мы строим государство, основанное на принуждении, на подавлении одних другими, а они представляют государство всенародное, демократическое». Ну, нынешнее, если говорить вновь возникшее у нас капиталистическое государство после 90-х годов, оно именно так и поступает. Именно так и поступает. И вот эта вот мысль Владимир Ильича, она на 100% соответствует нынешнему положению вещей. То есть пытаются нас убедить наши правители-капиталисты, что только они за свободу борются. А вот что советская власть, она была, как бы, занималась принуждением. Эти страшные обвинения, говорит Ленин, страшные обвинения большевиков повторяются во всем мире. Обвинения эти подводят нас целиком к вопросу, а что такое государство? Чтобы эти обвинения понять, чтобы в них разобраться и вполне сознательно к ним отнестись и разобраться не по слухам только, а иметь твердое мнение, надо ясно понять, что такое государство. И чтобы разъяснить эту мысль, Владимир Ильич говорит, я уже назвал вам в помощь сочинение Энгельса происхождение семьи, частной собственности и государства. Здесь именно говорится, что всякое государство, в котором существует частная собственность, на землю и на средства производства, где господствует капитал, как бы демократично оно ни было, оно есть государство капиталистическое, оно есть машина в руках капиталистов, чтобы держать в подчинении рабочий класс и беднейшее крестьянство. А всеобщее избирательное право, учредительное собрание, парламент, это только форма, своего рода вексель, который нисколько не меняет дело по существу. Форма государства, форма господства государства может быть различна. Капитал таким образом проявляет свою силу там, где есть одна форма, и другим, где другая. Но по существу власть остается в руках капитала. Есть лицензовое право или другое, есть ли республика демократическая, и даже чем она демократичнее, тем грубее, циничнее это господство капитализма. Капитал, раз он существует, господствует над всем обществом. И никакая демократическая республика, никакое избирательное право в сущности дела не меняют. вот таким образом можем сказать, хотя капиталистическое государство объявляет о том, что оно за свободу всех, но фактически идет угнетение, причем прежде всего это экономическое угнетение, и вы сами видите, что оно дошло до того, что пролетариату рабочему классу фактически либо зарплату задерживают, либо ее не повышают, несмотря на постоянно растущую инфляцию, и так далее, и так далее, целый ряд различных способов власти капитала над трудом. Ну и я думаю, что очень важно, чтобы завершить вот эти мысли, я думаю, что заключительная часть этой лекции содержит наиболее важные выводы из всего сказанного. Здесь Владимир Ильич говорит, какими бы формами не прикрывалась республика, пусть то будет самая демократическая республика, но если она буржуазная, если в ней осталась частная собственность на землю, на заводы и фабрики, и частный капитал держит в наемном рабстве все общество, то есть если в ней не выполняется то, о чем заявляет программа нашей партии и советская конституция, то это государство машина, чтобы угнетать одних другими. И эту машину мы возьмем в руки того класса, который должен свергнуть власть капитала. Мы отбросим все старые предрассудки, что государство есть всеобщее равенство, это обман. Пока есть эксплуатация, не может быть равенства. Помещик не может быть равен рабочему, голодный сытому. Ту машину, которая называлась государством, перед которой люди останавливаются с суеверным почтением и верят старым сказкам, что это есть общенародная власть, пролетариат эту машину отбрасывает и говорит, это буржуазная ложь. Мы эту машину отняли у капиталистов, взяли ее себе. Этой машиной или дубиной мы разгромим всякую эксплуатацию. И когда на свете не останется возможности эксплуатировать, не останется владельцев земли, владельцев фабрик, не будет так, что одни присыщаются, а другие голодают, лишь тогда, когда возможности к этому не останется, мы эту машину отдадим на слом. Тогда не будет государства, не будет эксплуатации. Вот точка зрения нашей коммунистической партии. Вот лучше, конечно, чем сказал Владимир Владимирович. О государстве трудно что-нибудь сказать. Может, стоит добавить идеи, когда он прочитал это? Не просто идеи, да, в какой ситуации это было? Ну и могу добавить, значит, ну, во-первых, я в самом начале сказал, что лекция была прочитана в Средневоском университете. То есть университет, коммунистический университет им не свернул. 11 июля 19-го года. То есть, что такое коммунистический университет? Коммунистический университет образовался в 18-м году по инициативе Якова Михайловича Свердлова. Он сначала назывался курсами агитаторов и инструкторов при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. То есть при Всероссийском ЦИКе. В январе 19-го года курсы преобразованы были в Школу Советской Работы, а после 8-го съезда РКПБ в Центральную Школу Советской Партийной Работы. 3 июля этого же 19-го года Пленум ЦК РКПБ утвердил постановление о переименовании Центральной Школы Советской Партийной Работы в коммунистический университет имени Свердлова. Потому что Свердлов умер как раз в 19-м году. Я не думаю, что это 19-й год. Да, это все 19-й год. Шла гражданская война. Да, шла гражданская война. Тем не менее, необходимая. Такая необходимость воспитания пропагандистов и агитаторов все равно тогда была. Все равно была. И университет, как видите, не только работал, но и развивался. То есть в течение целого года, начиная со 19-го года, он развивался. И вот Владимир Ильич, несмотря на занятые загруженности, несмотря на гражданскую войну, нашел возможность дважды прочитать лекции о государстве в этом университете. Вот это первая лекция 11-го июля и вторую лекцию 29-го августа в 19-м году прочитал. Он еще в тексте дает ссылочку, что слушателям что у них теперь есть библиотека, где они могут ознакомиться со всеми работами. Да, есть такое. То есть задат гражданской войны и мало того, что университет, делали так еще библиотеку. Да, он говорит о библиотеке, он говорит о том, что ссылается на то, что он, видимо, изучил программу, что у вас уже есть некоторые понятия, что вы можете уже ориентироваться в этом вопросе. Но тем не менее, он сказал, что для того, чтобы грамотно ориентироваться, не только использовать библиотеку, но прежде всего обратить внимание на работу Энгельса происхождение семьи, частной собственности и государства. Ну, конечно, работа замечательная. И там Энгельс тоже очень подробно, ну, с исторической точки зрения рассматривает, как это все происходило, почему возникала в обществе, в человеческом семья, как пришли к государству и также историю становления и развития государства до XIX века Энгельс рассматривал. Мне еще очень понравилось в этой работе используется термин «перестройка». Перестройка, которая там имелась в виду от фидализма, капитализма, перестройка. Да, он исторически, да. Я их просто опустил, эти исторические примеры. Я сделал упор на том, что важно сейчас для нас, что мы можем для себя взять полезного из той работы, из тех мыслей, которые излагал. Это уж очень важно, когда нам в 87-м году сказали, что у нас будет перестройка, о чем думали люди. Какое перестройки? Что еще социализма можно было перестроить? Совершенно другая история. А можно коварный, сложный, сложный вопрос. Давай попробуй, если я смогу ответить. Вот смотрите, последняя фраза, чем заканчивается лекция, да, вы ее зачитали полностью. Да, 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 да. Вот последняя абзаца, как говорится. Да, да. И там... Это заключение, важное, очень важное заключение, да. И там говорится о таком термине, как наемное рабство, и что оно наконец-то закончится. Да, всеобщерабство. Всеобщенаемное рабство. Так. Вот. Но при этом по ходу лекции в этот момент пропустили, сказали, для самостоятельного изучения, там ведется о том, что переход от рабства к крепостничеству, да, к фернализму, это очень большой и важный шаг. Как от крепостничества наемному рабочему. Да. Ну и... Ну, я к чему сложен вопрос? В чем вопрос? Просто некоторые товарищи цепляются за фразу, что вот есть наемные рабства, Ленин использовал в этой работе наемные рабства, что наемные работники почти как рабы. Но при этом в ходе-то все лекции Ленин разделяет понятие раба, крепостного и вольнонаемного работника. Это очень большая разница. С вашей стороны это не кажется, что это просто литературный прием? Нет. Это лекция. Потому что общество-то ну, как бы от кланов, от семейств перешло к разъединению на классы. То есть средства производства развивались, появилась возможность те средства, которые могли производить люди в обществе, они могли накапливаться, понимаешь, а пользоваться. Ну и естественно, что положение вот допустим в рабовладельческом обществе, там средства производства были очень слабо развиты по этому. И положение у рабов было такое, что они стоили дешевле, чем предметы труда. Но теперь как бы общество стало развиваться и эксплуатируемые стали себя более осознавать и более стали более требовать к себе уважения. Поэтому такого положения уже даже в феодальном обществе было нельзя, что как бы рабовладелец если мог просто взять и убить, то при крепостном праве уже нужно было создавать какую-то формальную видимость, формальные суды. А тем более в капиталистическом обществе законы говорят, что все равны. То есть как бы теоретически разное положение у эксплуататоров и у эксплуатируемых в разных формациях. А фактически эксплуатируемые все равно остаются рабами. они ничего не могут противопоставить господству эксплуататоров. Вот я так это дело осознаю. Все-таки в чем конкретно разница между рабом и крепостным? В чем в правах? В правах в том, что у крепостных имелись принадлежащие им свои предметы труда. Личные предметы, с которыми они работали. А в рабовладельственном обществе все предметы труда принадлежали владельцу. В этом основном у раба не было личной собственности. Да, вообще не было ничего. Кроме убеждения одежды, отобрать жизнь. Да, да. Жизнь практически не стоила. При рабовладении рак работает, его за это кормят, продевают. Права на жизнь нет. Права на жизнь нет. Закон его никак не защищал. А крепостной он сам живет. В крепостной есть права на жизнь? Есть, да. В крепостном да, есть, право только на жизнь было. Нет, почему? У него свой участок, с которым он кормится, работает, сам себя обеспечивает, а не еждаем сам себя обеспечивает, а потом идет работать на хозяина. земляна. земляна, на которой он работал, она все равно принадлежала помещику. Мы смотрим, когда, была на нас земляна, как правило. Поэтому, но тем не менее, уже, конечно, было более провести. Работу было хорошо, его кормили, одевали, а крестьяне должен был сам себя одевать, кормить, и потом еще и работать. Салтычиху судили, как раз то, что она истязала крепостных шармах.